Водолей, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. А что вас ожидает в начале, в середине и в конце месяца? В конце расклада я возьму для вас карта совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют для вас. И первая карта для вас в начале, карта тройка жезла, карта выбора. Карта, знаете, уже, знаете, как судьба говорит, сделай какой-то выбор. Определись, чего ты хочешь, что тебе нужно. Потому что если ты не сделаешь это выбора, за вами будут делать. Высшие силы все-таки сделают этот выбор. Или уберет от вас, что вам нужно, или все-таки, знаете, как бы закроет что-то вас. Потому что вы все-таки боялись чего-то, какой-то выбор. Вы почему-то ждали, может, чтобы кто-то сделает за вами этот выбор. Давайте посмотрим, что это касается. Следующая карта. Карта императора. Мужчины. Мужчины и женщины. Это может быть вас, да, мужчины имеют выбор, да, по поводу какой-то женщины. Может быть какая-то ситуация, которую вы не хотите решать. Женщины, это может быть касаться какого-то мужчины, и вы не знаете, какой выбор. Может, вы стоите перед выбором между двумя мужчинами, и вы не знаете, кого выбирать. Но то, что вы должны принять этот выбор и сделать, вы обязательно уже в начале должны. Давайте посмотрим следующая карта. Карта дьявола. А почему вы не можете делать выбор? А потому что есть искушение. Есть какие-то остановления. Есть какие-то пробои, которые вам не дают возможности сделать. Потому что вы как в тумане. Вы как-то не в определенность, что вы хотите сегодня, здесь и сейчас. И что вам нужно, да. Вот здесь у вас будут искушаться, да, чтобы вы не сделали этот правильный выбор. Может быть как-то, даже может быть освобождение от чего-то. Давайте посмотрим следующая карта. На середине месяца карта Пажмичи. Борьба. Бороться. Еще раз бороться. Еще раз бороться. Здесь нужно понимать четко и быть, да. Знаете, не обмануть самого себя. Бороться за свое то, что вы хотите. Бороться это все-таки в начале месяца. Сделайте этот выбор. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта. Карта Рыцарь Кубка. Рыцарь Кубка говорит о том, что нужно идти по течению. Плыть по течению, как рыба в воде. И понимать то, что дает судьба. То если вам судьба дается сделать выбор, то вы его делайте. Если вы не будете это сделать, как я сказала в начале, за вами будет. Но может от вас что-то благое закрыться. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта. Карта Восьмерка мечей. Мужчины и женщины. А почему? Потому что ваши страхи, ваши переживания, ваша зависимость, ваше то, что хочет сбить, да. По дьяволу искушать вас. Не дает вам покоя. И вы из-за этого горите изнутри. Вы из-за этого связываете себя сами по рукам и по ногам. И даже глаза себе можете специально не хотите видеть, что происходит. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это карта Шестерка Пентакли. Но все-таки вы одержите победу в конце месяца. И будете сделать этот правильный выбор. Все-таки вы награду получите. Но главное, сколько вы будете держать эту награду. Сколько вы справили. Может это касается мужчин. Те, которые отойдут от каких-то треугольников. Которые будут стараться и подумать, что у них есть женщина рядом. Есть жена, есть подруга, есть знакомая. Есть новые какие-то. И не будет ходить с другими общения. И здесь ваша победа на ваших руках. Женщины, это ваше то, что вы одержаете сами. Это то, что вы сами получаете от высших силы. Вот эту награду. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта. Карта Солнца. Карта прояснения. Карта открывается глаза. Карта то, что вы наполнены энергией. Все-таки туман, туман есть. Но у вас под конец месяца открывается. И вы сделаете вот этот правильный выбор. Даже то, что у вас будет как-то неприятно на душе. Даже то, что у вас будет нелегко вот это сделать. Конечно, знаете, здесь больше дается, может быть, чтобы вас проверили. Чтобы вы посмотрели, какой вы выбор сделаете. Да, какой. Может для некоторых. А будете входить в отношения треугольника. А будете искушаться каких-то. Вам скажут, вот у вас есть стабильная работа. И скажут, я там тебе предложу, там такая зарплата, та-та-та-та. И вы скажете, о, там хорошо, я буду, я хочу. Вот поэтому стоит все-таки подумать и сделать какой-то правильный для вас выбор. Да, за вами никто не может это сделать. Давайте возьмем карту совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют для вас. Знаете, девятка жезла говорит, не спешите ни к чему. Закройтесь от чего-то. Закрывайтесь, не допускайтесь людей, ситуаций, моменты ненужной в вашей жизни. Если вы понимаете, если ваша интуиция подсказывает, что что-то там не то, что что-то там будет, что-то я неправильно сделаю, остановитесь. Вот ноябрь месяц говорит вам ваше силы, закройтесь от чего то, что вам не нужно в вашей жизни. Потому что это для вас только искушение. Это только для того, чтобы вас сбили с правильного какого-то путя. Что вы, да, стали на правильный путь, да, вы хотите добить что-то правильное в вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.